Всем привет-привет! Привет! Мы сегодня в 8 утра выехали в город Нагано, как рэпер, да-да-да, в парк Джико Кудани. Правильно сказал? Да, Джико Кудани. Джико Кудани. Едем мы смотреть на снежных обезьян, которые купаются в горячих источниках. Это уникальное место, на которое приезжают туристы со всего мира, посмотреть на купающихся обезьян в горячих источниках. Субтитры сделал DimaTorzok 1 километр 600 метров, 25 минут подниматься вверх. Палка, да, для старичков. София, только не упади в обрыв. Такая прогулка классная на свежем воздухе. Не холодно, солнечно. Тебе не холодно, Мам? Вообще супер. Посмотрите, какой лес красивый. Очень свежо. Тихо. Ага, тихо. Мама дала мне свой полушубок, потому что здесь холодно в горах, а у меня нет теплой одежды. В этом парке живет колония макак. Уже долгое время. И когда холодно, макаки спускаются погреться в этих источниках. А когда наступает лето, макаки поднимаются снова высоко в горы. Им жарко. В общем, они живут в прохладе и в холоде. И выдерживают до минус 18 градусов мороза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь для взрослых 500 йен вход. Для детей 250. От 5 лет 250. Саре бесплатно, ей 4. Сарак. Субтитры создавал DimaTorzok Представляете, они купаются прям в горячих источниках, как я в шоке. Сидят, позируют. Еще в снегу ковыряются, да, Сара? Снег, привет! Есть снег? Вот ее охранник, ее не разрешают трогать, представляете? Ой, прямо возле меня подбежала. Музыка 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 Очень холодно, мы промерзли. Сара, тебе понравилось? Да. Очень, очень, очень прикольно. Обезьяны вообще никого не боятся. Бегают возле людей, пугают всех. Японцы их охраняют. В общем, очень прикольно. Необычно то, что они купаются в горячих источниках. Произошла эволюция. Сначала одна обезьянка полезла за добычей. Корм достать. Да. И потом ее примеру последовали другие обезьяны. И таким образом они залезли как бы в воду. Поначалу они залезли не полностью там, только там до колен. А затем они стали там купаться. Сейчас они ныряют. И страшно подумать, что будет через 20 лет, да? Мы приедем, а они будут в шахматы играть. Здесь тепло, можно погреться. Печка стоит. Можно перекусить. Да, здесь музей маленький. Коза, да, чучело козы. Здесь вот такие сувениры продают, да, сэра? Покажи. Манки, обезьянки. Эй-эй, не надо, в рот не надо брать. Магнитики. Разные обезьяны. В общем, в 2014 году фотограф, или кто это, Марсель Ван Остин, сделал этот кадр. Может, даже и подарил телефон, айфон обезьяне ради этого кадра. Очень клево. До долгой прогулки, мы проголодались. Едем в кафешку итальянскую. Гаста называется. Очередь, да? Сидят. Конечно, очередь. Пришли в ресторан, здесь очередь, потому что обед. Но очереди обычно быстро проходят. Вон сзади нас две девушки, они сидят, ждут как раз в свою очередь, а они впереди нас. В Японии так часто происходит, что приходите в ресторан, все занятое. Вы сидите, вот так ждете. Да, здесь специальные вот такие стульчики возле входа прям. Зимнее меню, вот такие супы. Вот меня интересует красное, наверное, с мидиями и с креветками. А вот с тыквой. Вот девушек позвали, как бы уже стол освободился. Следующие мы. Детям мы заказали два вот таких сета. А что ты еще заказала себе? Сыр. А, картошка фри с сыром? Это мега вкуснятина. Так у вас здесь тоже картошка. Немного? А вам подарок должны перенести с меню? Смотри, здесь дринг-бар. Вы платите отдельно за дринг-бар и набираете, пьете все, что хотите. Вот баба хочет вегетарианский сок. А здесь есть еще тропический чай, холодный кофе. Подожди, подожди, Сара. Да, можно, а можно кофе заказать? Сара, смотри, как сначала ешь солененькое, а потом желе будешь. Так, мне принесли тоже вот сет с фаршем, с мисо-супом, как я люблю. Магура, тунец. Васаби нужно добавить вот сюда, как бы так. Девчонки едят одно на двоих, да? Сара, тебе нравится десерт? Да. Ну, стоим. Ты вся в шоколаде. Вся-вся-вся в шоколаде. Остановились здесь на станции за яблоками, за фруктами. Здесь персики, виноград, яблоки продают. Но сейчас, наверное, только яблоки. Да, пахнет очень вкусно. А мир передается как? Нет, к сожалению. Какие здоровые. Посмотрите, какие яблоки большие. И причем они натуральные. А вон можно пробовать, смотрите. И мороженое вон они едят, такое прикольное большое. Свежие, нарезанные, незаветренные даже еще. А вон соус с яблоками. А вот желтые можно попробовать. Очень вкусные. Такие сладкие. В общем, здесь дорогие яблоки, потому что они стандартные по размеру. А рядом здесь нестандартный размер яблок. И поэтому на них уценка. Они дешевле, но по вкусу точно такие же. Может, даже и вкуснее. Бывает, что вот такие изъяны, видишь, такие. Да. Из этого они дешевле. Вот. А у нас такие продают. Везде. Они нам всю коробку наполнят и отдадут. За 500 йен. Отборные яблоки, знаете, как будто не настоящие. Как будто китайские пластиковые, красивые. Это вот они. Но это настоящие, потому что здесь сады по всему Нагана. Яблоневые сады. Очень много. Провожаем маму на Сын-Консе. Ты уже каталась на Сын-Консе? Я не. Первый раз. Первый раз. А я один раз тоже каталась. Я третий раз. Но вижу. Вижу. Ехал ты один раз. Че ты? Там очень клево. Чисто и такие удобные туалеты. А я много раз. А ты один раз с нами ехала из Токио, да. Мама, ты запомнишь, я много раз. Мама улетает в Украину. Так что Украина, встречайте мою маму. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.